Ребята, всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня у нас будет новое видео. И в этом видео я покажу вам новинки от производителя Makeup Revolution. Ко мне пришла вот такая вот коробочка с их новыми средствами. Здесь много всего интересного. Но то, что я вам буду показывать сегодня, это их нашумевшая, нагремевшая на YouTube тональная основа в стике. Она у нас называется Revolution Makeup... что-то там. А вот Fast Base Stick Foundation. И также не менее нажмевший, нагремевший на YouTube консилер. И он у нас называется Conceal and Define. Full Coverage Concealer and Contour. И также я вам покажу в деле бронзер. Такую вот троечку. Бронзер, скульптор и пудра. Также это у нас Makeup Revolution. И это у нас называется Freedom данной серии. И у меня она в самом светлом оттенке. Называется Warm Lights. Давайте переходить к тональной основе. На лице у меня ничего нет. На лице мой обычный уход. И все. На этом никаких мы не будем использовать дополнительных средств. Мы не будем использовать ни праймеров, ни каких-то спреев. Будем проверять все это, так скажем, на живую. Вот такая матовая, красивая, бежево-розовая упаковка. Конечно. А вот эти вот матовые Soft Touch, наверное, называются вот эти упаковки. Их так приятно держать в руке. И оттенок это у меня F6. Как мне кажется, не совсем подойдет мне по тону. Но да. Да, конечно, он будет темноват. Но скоро лето и скоро весна. Мы все естественным образом загорим. И, ребята, так как никакого вкладыша дополнительного с информацией про тональную основу не было. И на самом вот этом стике никакой информации, помимо оттенка, я не нашла. Расскажу вам вкратце, что нам заявляет производитель. Нам обещает Makeup Revolution, что данная тональная основа имеет полное покрытие и плотное покрытие. И она нам дает свежий финиш. То есть это не матовое покрытие. Покрытие сатиновое, покрытие светящееся. Будем наносить двумя разными путями на правую щеку. Будем наносить с помощью кисти и на левую с помощью бьюти-блендера. Будем смотреть, какой вариант понравится больше. Итак, поехали. О, боже, она просто, конечно, скользит. Так, давайте сначала распределять то, что нанесли. Распределять с помощью кисти. Кисть Кабуки у меня от Luxe Visage, моя любимая кисть. И, о май гад, давайте я вот так вот поверну, чтобы вам было лучше видно. Здесь действительно очень плотное покрытие. Мои веснушки, подружки, перекрылись полностью. И я бы не сказала, что оттенок прям супер неподходящий. Конечно, немножечко он темноват, но не настолько, чтобы слишком сильно переживать по этому поводу. Единственное, что мне хочется сделать, это потрогать. С ее пальцем, как она чувствуется на коже. Будет она липкость оставлять после себя, либо не будет. Чуть-чуть на шею. Совсем минимальная липкость. Мне кажется, когда она сейчас и сядет, через какое-то время, все это дело абсолютно уйдет. И никакой липкости не останется. Ну, посмотрите, как красиво она смотрится на лице. И при этом в один сло она действительно, смотрите, вот моя часть с тональной основой. Здесь без полностью покраснения. Все перекрыло, плюс перекрыло мои какие-то мелкие веснушки. Несем уже с помощью влажного бьюти-спонжика. О, боже, как она скользит. Она просто скользит. Это, наверное, предполагаю, станет моей самой любимой тональной основой за последнее время. Так. Спрысну свой бьюти-спонжик. И будем наносить влажным бьюти-спонжиком. Смотрим. Покрытие, конечно, не такое плотное, но, тем не менее, очень-очень достойное. С помощью бьюти-блендера, с помощью бьюти-спонжика все так же очень-очень неплохо смотрится. И финиш еще более живой, еще более живой. Как будто он бывает мертвый. Финиш еще более натуральный, еще более светящийся, свежий. Сатиновые покрытия, конечно, такое, какое я люблю. Потому что я очень стала от матирующих тональных основ. Очень они мне надоели в последнее время. И, честно скажу, так ждала этой посылки. Так ждала, когда она придет. Кстати, уже была готова идти на почту, когда она придет. Но сегодня с утра мне ее принес курьер на дом. Представляете? Первый раз мне посылку приносит курьер на дом. Точнее, второй раз. Но первый раз это была посылка из Китая. А все посылки, которые я заказываю из Европы, из вот этих европейских сайтов, первый раз курьерская доставка на дом. Я, конечно, очень удивилась. Я не могу сказать, что удивление было неприятным. Очень приятно удивилась. Потому что кто любит стоять в очередях на белорусской почте? Я думаю, что никто. Ну что, ребята, смотрите. Вот такое покрытие с помощью бьюти-спонжика. Опять-таки все более чем достойно. Ни в поры не заваливается. Ничего не подчеркивает. Никакие шелушения. Мои морщинки, которые у меня есть на лбу, она пока не забилась. Сейчас я, конечно же, приближусь к вам. Смотрите. Это просто о май гад. Она все перекрыла. Мне нравятся оба варианта. И со спонжиком, и с кистью я бы не сказала, что какие-то прям слишком значительные отличия. Смотрите, в моей носогубной складке ничего не забилось. Морщины мои на лбу также не слишком подчеркнулись. Вообще не подчеркнулись пока. Шелушения на носу, мои вечные шелушения на носу, также не подчеркнулись. И так как то, что я вижу перед собой, меня полностью устраивает. Здесь абсолютно нет никакой нужды в том, чтобы наносить второй слой. Поэтому я этого делать не буду. Первый раз я делаю обзор на тональную основу, которую я не наслаиваю. Два раза. Но вы посмотрите. Абсолютно нет никакой нужды в том, чтобы наносить второй слой. Давайте переходить ко второй части. И следующее, опять-таки, нагремевшее, нашумевшее дело. Это консилер. Консилер у меня в оттенке C3. И, опять-таки, это не самый светлый оттенок в линейке. Но самого светлого оттенка не было. И с мыслями о лете, с мыслями о легком, или не совсем легком, загаре и солнышке я покупала данный консилер. И думаю, что он мне, в принципе, должен подойти. Судя по тому, что я вижу вот здесь вот в упаковочке, все должно смотреться более чем удачно. И, ребята, говоря про консилер. Консилер этот также заявлен как консилер, который дает полное покрытие. Очень плотным он должен быть. И, в принципе, все. Здесь у нас также написано, что он был изготовлен в Лондоне. И также пометка, что по объему это 3-4 мл. У консилера должен быть обычный, да, обычный аппликатор. Спонжный он такой очень широкий, что я очень люблю. Он жидкий, определенно он очень жидкий. И, ну, наверное, не самый светлый вариант. Но, тем не менее, мне кажется, что должен неплохо смотреться. С данной тональной основой вкупе. Учитывая то, что она тоже немножечко темнее, чем мой естественный натуральный цвет лица сейчас. Мне кажется, по оттенку все в порядке, все нормально. И, да, у него действительно очень плотное покрытие. И он убрал абсолютно все. Я старалась тональную основу не заносить на эту зону. И, смотрите, он убрал полностью мою вот эту вот красноту, зеленцу, которая у меня обычно всегда под глазами. Этот консилер мне однозначно нравится. И мне нравится, как он смотрится на лице. Мне нравится, как он смотрится с этой тональной основой. И я говорю ему, опять-таки, да, определенно все хорошо, все красиво. Давайте я приближусь к вам опять и покажу, как он смотрится поближе. Как он немножечко подчеркнул. Вот здесь вот у меня морщинки под глазами. И как он их немножечко все-таки подчеркнул. И вот эти складочки морщинистые. Он немножечко забился. Но это происходит определенно со всеми консилерами, которыми я пользуюсь. Здесь ничего критичного. И, ребята, последнее, что я вам хочу показать сегодня в действии, это вот такое трио. Самым светлым оттенком закрепим консилер. Он как раз-таки, вот эта вот пундра в самом светлом оттенке, она еще более высветляет эту зону под глазами. У нее очень мелкий помол. И вот когда я вам покажу в свотче, делаешь свотч, она очень-очень мягкая. Она прям такая сатиновая. И, ну, прям скользит пальчик по данной пудре. Поэтому для вот этих целей закрепления и высветления вот этих светлых мест на лице, светлых участков, мне кажется, она подойдет более чем идеально. Идеально. И теперь, ребята, возьмем самый темный оттенок и сделаем что-то вроде скульптурирования. Будем использовать только его с помощью натуральной кисти, кисти от Рилуи. Будем делать скульптурирование. Скульптурирование-бронзирование. Ого! Конечно, он более чем хорошо пигментирован. Я думаю, что вам это видно. Второй пункт, который бросается в глаза, и сразу хочется отметить после первого пункта, пункта о том, что он очень классно пигментирован, это то, что у него очень подходящий оттенок. Оттенок такой, с немного оливковым, что ли, подтоном, который смотрится очень натурально в скулу. Судя по первому впечатлению, все мои остальные бронзеры-тироскульпторы отойдут на второй план. Потому что, как по нанесению, я не припудривала ничего, кроме тех зон, где у меня был консилер. И он не оставляет никаких пятен. Он абсолютно классно ровно ложится. Именно такой оттенок, который я люблю. Он не слишком холодный. И в то же время у нем нет ничего рыжего, ничего такого кирпично-красного. Что все-таки славянским девушкам не всегда подходит. Потому что, кроме как после отпуска на Бали, наша кожа такой оттенок не приобретает, к сожалению. Давайте делать выводы, что понравилось, что не понравилось. Тональная основа однозначно да, да и еще раз да. Это абсолютно самая крутая тональная основа, которую я пробовала за последние... Чтобы не соврать, но за последние два года, это самая лучшая тональная основа, которую я пробовала. По крайней мере, первое впечатление именно такое. Классный сатиновый натуральный финиш. Она ничего не подчеркивает, не заваливается в поры. У нее классная кровищая способность. Действительно классная кровищая способность. И опять-таки более чем подходящий оттенок. Кисаемо консилера, я вам уже сказала, свою единственную претензию. Но, так скажем, это претензия у меня ко всем консилерам. И все консилеры мне вот эти вот зоны мои проблемные, назовем их так, подчеркивают. По своей кровищей способности, опять-таки, более чем классная кровищая способность. Оттенок подходящий, к оттенку претензий нет. И также я вам показала, как смотрится вот эта красивая, более чем красивая, бронзирующая пудра. Касаемо бронзер, в общем, вот это трио, также от Makeup Revolution. И очень мне понравилась белая подсвечивающая пудра, именно варианты высветления. И закрепление консилера, она дополнительно, как я уже сказала, подсвечивает. И настолько мелкий, мельчайший у нее помол, сатиновый помол, что она вообще не смотрится как пудра. Она смотрится и ощущается, опять-таки, невесомо. Но при этом она очень и очень неплохо закрепила консилер. Консилер касаемо бронзера и вот этого последнего темного оттенка, я вот верчусь, кручусь, чтобы вам показать, насколько он так же хорош, насколько удачный у него оттенок. Он не слишком холодный, он не слишком теплый, он нейтрально бронзирующий, нейтрально скульптурирующий. И если у вас цвет кожи такой же, как у меня, если вы светлокожая, но не прямо белая-белая-белая-белая-белоснежка, то я думаю, вам он так же понравится и вам он так же подойдет. Да, ребята, на этом я буду свое видео заканчивать. Я поделилась с вами своими первыми впечатлениями о новинках от Makeup Revolution. И у меня остался еще один продукт, который я вам покажу, так скажем, покажу одним глазом, чтобы вы так посмотрели на него, я его спрячу. Это палетка, более чем красивейшая палетка в классных моих любимых оттенках, за которые меня многие очень ругают, но это мой выбор, это я. И я такие оттенки люблю, обязательно с этой палеткой будет макияж, я уже вижу его, и мне не хватает только нужной помады. Вот когда я приобрету нужную помаду, все это в единую картину воссоединиться, и я обязательно сниму вам макияж, который мне уже хочется снять. А мы скоро увидимся уже в новых видео, и всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok